Приветствую! На связи Александр Поляк и это 20 выпуск малоизвестных фактов о GTA San Andreas. Сперва дополним прошлый выпуск, где речь шла о том, что судя по поведению CJ в задании «Большие ставки», у Сизера, вероятно, в ранних версиях игры задумывалась машина с крышей. Оказывается, эту догадку подтверждает также лот автомобиля, то есть его низкокачественная текстура, использующаяся на дальнем расстоянии от объекта. Если значительно отдалить камеру от машины, то на ней появится крыша, что вполне может говорить о том, что в бета-версии GTA San Andreas Savannah имела такую комплектацию. Может быть, кто-то скажет, что крыша появляется из-за того, что в игре имеется возможность добавить эту деталь в тюнинг-салоне, но тут я не уверен, ведь если взять, например, автомобиль Blade, то лот этой машины крыши иметь не будет, хотя у Blade точно также имеется подобный тюнинг. В общем, отсюда становится более понятным, почему CJ так наклоняется в той самой заставке. Переходим к новой десятке фактов. Как мы все знаем, сюжет игры пропитан тематикой уличных банд с окраин игрового подобия Лос-Анджелеса, и в этой связи разговоры ключевых героев нередко включают в себя соответствующие выражения и слова, в частности, сам CJ, а также Свит, Райдер, Фрэнк Тэнпени, неоднократно использовали в своей речи слово... Но знаете, что любопытно? Такой персонаж, как Смоук подобного слова не использует. Когда я это перепроверял, заметил лишь один случай, и то очень невзрачный. Вот он. Но вот в остальных сценах или звонках подобного не наблюдается, при том, что, повторюсь, каждый из его окружения не раз так выражался. Вполне возможно, всё это связано с тем, что, как нам показывает сюжет, Биг Смоук достаточно начитанный и образованный парень, от чего просто не употребляет таких слов. Он, конечно, ругается и не раз, но конкретно эта отличительная черта парней из гетто у него отсутствует, а значит, к проработке сценария Rockstar могли отнестись с особым вниманием. Если вы тоже выпускаете ролики или только задумываетесь об этом, то вам, очевидно, нужна простая и понятная программа для монтажа. И такой программой является Wondershare Filmora. Здесь представлены все ключевые инструменты для монтажа видео. Изменение громкости, возможность обрезать, добавить переход, изменить скорость, улучшить качество или использовать какой-нибудь красивый эффект и прочее-прочее. При необходимости можно заказать дополнительные наборы крутых эффектов через Filmstock. Также через программу можно записывать свой экран или голос, а если зайти на сайт, то там можно найти советы и подсказки по различным вопросам. В общем, скачать и опробовать Filmora можно по ссылке в описании. Достаточно короткий, но при этом очень странный факт. Если, находясь в танке, ввести чит-код для пополнения здоровья, а также получения денег и починки транспорта, то у нашего танка появится дополнительное колесо. Я также опробовал другие читы и заметил подобное при коде на невидимый транспорт. Как это работает, с чем это связано, надеюсь, знающие люди поведают в комментариях. Содержимое грузовых машин в очередной раз удивляет. Только если раньше я вам показывал коробки прямо как из магазина Zero, то в этот раз я заметил цветок. Можно подумать, что разработчики просто поместили сюда случайный предмет для заполнения пространства и некоторого разнообразия. Но на деле всё даже глубже и проработаннее, ведь если обратить внимание на надпись на грузовике, то выяснится, что здесь перевозят товар садоводческого магазина. И это даже не какая-то несуществующая организация, а конкретное место в игре, которое можно найти в Сан-Фьерро. Здесь, кстати, довольно занятно походить. Думаю, ни для кого не тайно, что в разных местностях штата Сан-Андреас встречаются разные жители, нередко относящиеся лишь к определённым округам или районам. Но около западного въезда в Лос-Сантос имеется участок дороги, на котором попадаются водители из пустынной местности. И хоть это, по-видимому, не более чем недоработка или игровой сбой, при желании можно сказать, что жители пустыни просто нередко посещают Лос-Сантос и потому часто проезжают в этом месте. В задании поддельные фишки. Главному герою требуется приехать на завод и остановить производство фишек преступной семьи Синдако. Игра не навязывает нам какой-либо транспорт, и добраться до места назначения можно любым доступным способом, но любопытно, что как только мы начнём это задание, справа от входа в казино 4 дракона в кустах будет стоять автомобиль Бравура. Предполагаю, что эта машина поставлена в помощь игроку, к тому же её нам также предоставляют в задании архитектурный шпионаж и зелёный сейбр. Но, видимо, из-за игрового сбоя местоположение машины оказалось в достаточно неприметном и неудобном месте. Кстати, занятно, что в сумме она встречается в трёх заданиях, связанных с Вузи Му, ведь помимо поддельных фишек и архитектурного шпионажа, она также появляется в одной из гонок по сельской местности. После прохождения задания Drive-By, когда ключевые лица Grove Street совершают нападение на банду Баллас, на протяжении всего оставшегося сюжета представители этой группировки будут сразу открывать стрельбу при виде главного героя. То есть, если до миссии они сначала замечают СиДжея, затем подбегают, бросаются оскорблениями и только потом нападают, то после миссии они стреляют буквально сразу. Забавно, кстати, что если оружие у них не найдётся, то они в страхе убегут. Так вот, вся штука в том, что если после задания Drive-By пройти миссию с утенёр, это резкое поведение у Балласов пропадёт. И надо сказать, это весьма неплохой способ немного облегчить себе игру. И раз уж в игре замечена такая фишка, кажется, сейчас самое время для краткой рубрики «Что будет, если?». Что будет, если сначала поработать с утенёром, а уже потом пройти задание Drive-By? Оказывается, в этом случае Балласы будут вести себя так, как должны, то есть сразу нападать. Так что если вы хотите видеть их поведение таким, как задумано в игре, то выполняйте с утенёра заранее, либо уже после сюжета. В этом пункте хочу внести ясность в пресловутый вопрос о пистолетах. Многие обращали внимание на то, что для пистолета, как обычного, так и с глушителем, используется модель Colta M1911. При этом в игре он имеет калибр 9 мм и магазин объёмом в 17 патронов, что соответствует другому пистолету под названием Glock 17. И это не ошибка, а один из частых приёмов Rockstar, которые смешивают признаки разных вещей из жизни и создают что-то среднее. Так они поступили с M4, которая на самом деле M16, так сделали с автомобилями, где перемешаны разные модели, так же поступили и с бандами, если, конечно, вы смотрели мой разбор на эту тему. И что ещё любопытно отметить, тот самый Glock, характеристики которого смешали с моделью другого пистолета, встречается в некоторых заставках. Please place an order. Немногие в курсе, что вместе с GTA San Andreas Rockstar в 2005 году выпустили документальный фильм под названием Sunday Driver. Эта работа посвящена теме лоурайдеров из Лос-Анджелеса, что отлично дополняет тематику игры и помогает лучше прочувствовать её атмосферу. Ссылку на данный фильм оставляю в описании. В среде различных надписей на улицах Лос-Антоса встречается хорошо читаемая подпись TEG 33. И это не просто выдумка разработчика или случайное фото, преобразованное в текстуру. Это подпись одного из британских уличных художников. Примечательно, что в 4-й и 5-й GTA используется граффити из соответствующих игровым прообразам городов, то есть из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, однако в данном случае разработчики сослались на художника из своей родины. Мы закрыты! Однажды я получил любопытную наводку на то, что в игре всё же присутствует некое подобие НЛО, которое представляет собой тёмное облако высоко в небе. Чтобы его застать, необходимо приехать к закусочной Клакенбелл около городка Форт Карсон, сделать заказ и затем покинуть заведение, после чего перед нами в небе будет тот самый объект. Чтобы он не пропал, лучше воспользоваться Amazing Screenshot, так мы сможем остановить всё происходящее в игре и спокойно долететь камерой до тёмной точки. Это действительно напоминает облако, что довольно странно, что если разработчики задумывали НЛО именно в таком неочевидном виде. Но чуть дальше этого облака я заметил висящие в воздухе огнетушители, которые, если вспомнить, мы можем найти в других закусочных под названием Burger Shot. И вот тут происхождение НЛО стало проясняться. Тёмное облако – это не что иное, как дым, который мы встречаем в помещении Клакенбелл при посещении данного заведения. И судя по всему, интерьеры закусочных, в том числе Burger Shot, располагаются как раз в том самом месте, которое мы видим в небе после выхода из Клакенбелла около форта Карсон. Но при этом технически они существуют в другом игровом мире, и поэтому мы успеваем заметить лишь дым, который сразу после выхода начинает растворяться. Удивительно, как не совсем очевидные технические особенности игры могут создавать почву для различных тайн и мифов, распространяющихся в игровом сообществе. Благодарю за просмотр! Оставляйте свои оценки и отзывы к этому выпуску, и подписывайтесь на канал с нажатием колокольчика, если хотите узнать больше об играх GTA. На связи был Александр Поляк, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok